Привет! Вы на отличном техническом канале, канале компании «АвтоСтронг-М». Прямо сейчас вас ждет очень много всего технически интересного. Не забываем подписываться на наш канал, заходить на наши соцсети, покупать у нас качественные запчасти, голосовать за нас в рейтинге «Рунета». Ссылочки в первом комментарии. Итак, поехали! Прямо сейчас мы проедем по индийско-японскому автопрому. Итак, встречаем Suzuki F10D. На европейских моделях Suzuki двигатель F10D использовался только на автомобилях Alta с 2004 по 2008 год. Более всего эти двигатели использовались для автомобилей индийского производства. Вообще его можно считать разработкой индийской дочерней компании Suzuki Maruti. Выпуск двигателя F10D был налажен там же, вместе с автомобилем Suzuki Alta 5, и он просто импортировался в Европу. Двигатель F10D максимально простой и надежный. Очень дешев в производстве. Блок его чугунный, что может быть излишним для двигателя 1.1, зато надежно. Вообще до двигателя F10D выпускался карбюраторный F10A, откуда этот блок и заимствован. Здесь же 16-клапанная голова, один распредвал и распределенный впрыск. Двигатель F10D выпускали до 2010 года. Затем заменили на новые агрегаты, потому что он не мог соответствовать нормам Евро-4. На двигателе F10D две катушки зажигания. В данном случае у нас осталась одна. Каждая из катушек зажигает по две свечи. То есть вот эта катушка на первом и четвертом цилиндре, а вот эта катушка на втором и третьем. Сделано это ради экономии, но некачественные либо изношенные свечи имеют больше возможности испортить катушку, потому что пропуски зажигания будут сразу в двух цилиндрах. И тогда мотор начнет страшно трясти и будет потеря мощности. Двигатель у нас Made in India. Здесь есть воздушный фильтр, дроссельная заслонка, модуль зажигания. Никакого сложного компьютерного управления. Все максимально просто, как для стран третьего мира. Хотя для соответствия минимальным экологическим нормам, таким как Евро-3, этот двигатель оснащен электронным сервоприводом клапана EGR, электровакуумным клапаном и датчиком абсолютного давления. Сейчас мы начинаем нашу разборочку. Егор опаздывает. Паши сегодня на работе нет, поэтому начну разборочку сам. Начну с воздушного фильтра, как новый. Наверное, пойдет на продажу. Вот это термостат, а вот это корпус термостата. И наш Егор обратил внимание, что вот такая ситуация происходит, когда заливают воду. Поэтому заливайте антифриз. Двойная катушка зажигания и при неисправности одной из свечей двигатель также будет троить и дергаться при разгоне. Говорят, что при включении кондиционера одна неисправная свеча дает о себе знать и двигатель будет троить на невысоких либо холостых оборотах. С генератором у нас все просто, приводится одним ремнем вместе с помпой и натяжение регулируется ручками. Итак, встречаем самая маленькая дроссельная заслонка за всю историю наших обзоров. Но сделана она по-взрослому. Здесь есть датчик абсолютного давления, здесь есть датчик положения заслонки и есть электронный регулятор холостого хода. Сама заслонка приводится тросиком. Здесь все просто. Если обороты плавают, то надо смотреть электронный регулятор холостого хода либо же просто почистить заслонку. Ну а если холостые обороты стали высокими, то мы также диагностируем клапан электронный холостого хода. Если машина плохо едет, дергается и у нее потерялась мощность, то надо почистить форсунки. Форсунки чистятся обычным очистителем карбюратора. Система вентиляции картерных газов здесь тоже простейшая. Маслица. Интересно, что бы это значило? Сейчас разберем и проверим. Встречаем самый маленький клапан EGR в наших разборах, но проблемы у него все те же. Здесь мы видим сажу, которая смешивается с масляными парами и мы получаем гуталин, который нарушает работу этого клапана. Играет музыка. Здесь есть смотровое окошко, чтобы посмотреть, остались ли на ремне ГРМ зубья. По-японски просто. Ремень ГРМ ходит 90 тысяч километров и натягивается механическим натяжителем. Обратите внимание, что датчик положения коленвала находится на передней стенке двигателя, а шестерня, с которой он снимает показания, пристыкована к шестерне коленвала. На клапанной крышке гордая надпись Maruti и маслоотделитель. Все это приводится одним распредвалом. Бугеля здесь пронумерованы и даже показано направление, чтобы даже индийский мастер ничего не перепутал. Если говорить о состоянии, то масло здесь использовалось так себе. Поэтому мы видим небольшую выработку на кулачках и нас смущает вот эти острые как бритва грани. Клапаны здесь регулируются вручную. И чтобы опять же индийский мастер не мучился, клапаны здесь регулируются отверткой и ключиком. Это максимально удобный способ. Здесь главное знать куда засунуть щуп. К распредвалу пришел маленький пушной зверек. В нем еще изношены и шейки. Вот такой щуп стоит на моторе F10D. Меток нет, но мы знаем, что кончик должен быть влажным. Прогоревших клапанов нет, нагара тоже. Но вот второй цилиндр явно жрал масло. По состоянию цилиндров. Хон здесь присутствует. Задиров нет, но сверху мы видим заполированность. Блок здесь чугунный и производитель предусмотрел один размер ремонтных поршневых колец. Поршни у нас крохотные. Но обратите внимание, что юбки удлинены. По состоянию из-за такого масла ожидать чего-то хорошего не приходится. Поэтому маслосъемные кольца закоксованы, хотя компрессионные у нас подвижные. Графитовое напыление изношено и, естественно, задиры на шатунных вкладышах. По коренным вкладышам у нас ожидался более худший результат. Но при детальном рассмотрении мы здесь тоже наблюдаем задиры. Потертости на шейках коленвала говорят о том, что со смазкой в этом двигателе были действительно реальные проблемы. Разборка закончена и сегодня мы разобрали действительно очень простой японо-индийский двигатель. И сегодня опять же доказали, что при плохом обслуживании можно упилить даже очень простой и надежный мотор. Подписывайтесь на наши соцсети, заходите к нам на сайт, покупайте отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».